День добрый, уважаемые коллеги! Я рад вас снова приветствовать на полевом городе региона Север компании Сингента. Зайдя на делянку кукурузы, я отметил одну отличную особенность. На сегодняшний день начинается полное созревание культуры и буквально в ближайшее время наступит биологическая спелость данной культуры. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы можем в полной степени оценить свою работу и получить результаты урожайности и качества данной культуры. Прежде чем мы с вами начнем сбор урожая и анализ нашей работы в текущем году, я хотел бы вернуться немножко назад и еще раз проговорить о системе защиты кукурузы, которая непосредственно влияет на количество и качество данной культуры. Важный вопрос системы защиты мы сможем с вами оценить после разбора состояния нашей площадки. И прежде чем мы начнем анализ и осмотр вариантов системы защиты, предлагаемой компанией Сингента, я хотел бы вас пригласить на контрольный участок, где не проводились никакие обработки и культура буквально борется с сорной растительностью. Идем на контроль. Итак, сейчас мы с вами находимся на участке, где не проходили гербицидные обработки, и мы с вами можем видеть вот такую неприглядную картину. Согласен, мало специалистов в хозяйстве и предприятиях, которые занимаются возделами кукурузы, готовы рискнуть и не обработать кукурузу гербицидами. Все это хорошо понимают. Мы в нашем полевом городе имеем такую возможность и ежегодно оставляем контрольный участок, не обработанный гербицидами, для того, чтобы определить эффективность обработок. И, возможно, посчитать экономическую эффективность. На данном контрольном участке мы можем видеть буквально, как это говорят в народе, бурьян, где представлены большое количество, огромный видовой состав сорной растительности, широко распространенной в средней полосе России, представлены щирица, запрокинутая марь, огромное количество злаковых сорняков, в основном это щетильник, и горцы, большое количество горцев. Странным образом, на этом участке отсутствует овсюг посевной, обычно на таких участках подобных его здесь очень много, но в этом году почему-то не сложилось, и овсюга здесь практически нет. Тем не менее, наличие огромного количества сорняков было предостаточно для того, чтобы, скажем так, культура попала в стрессовые условия. И первое, что бросается в глаза после огромного количества сорняков, это, конечно же, ущемление культуры. Она значительно отстает в росте и буквально в смысле засохла, закончила свою вегетацию преждевременно. С одной стороны, это может показаться хорошо, что мы можем раньше приступить к уборке кукурузы. Я предварительно отобрал несколько початков кукурузы, где мы можем увидеть достаточно нашерстный по форме и размеру початком. В данном случае мы с вами находимся на гибриде Ситалисман, у которого особенностью является выполненность верхушки початка. Мы видим как выполненные, так и недовыполненные початки, что говорит о наличии жесткого стресса культуры. К чему это приведет? Это, конечно, приводит к снижению урожайности и потере качества урожая. И так, даже при наличии стресса, мы видим, что культура все-таки дала какой-то объем урожая. И для сравнения я предлагаю пройти на участок, ранее обработанный препаратами компании Сингента, для того, чтобы сравнить результат. В текущем сезоне мы закладывали опыт на гибриде раннеспелой группы Ситалисман. Абсолютно в равных условиях. Одна система обработки почвы, система минерального питания, срок посева, гибрид, все в равной степени одинаково. Единственным отличием в данном опыте была лишь обработка посевов кукурузы гербицидами. И сейчас я предлагаю вам сравнить початки из контрольного участка с початками, те, которые были предварительно отобраны с участка, обработанную вариантом компании Сингента. Мы видим также четыре початка, тот же гибрид Ситалисман, абсолютно выполнен из початка, заполненная верхушка, и размер початка нам говорит о разнице примерно в 50% о количестве урожая. Более точные данные по разнице по качеству и количеству урожая мы сможем узнать после проведения контрольного обмолота, после полной спелости кукурузы. Коллеги, итак мы с вами сравнили початки, собранные с контрольного участка. Мы видим с вами абсолютную выровненность и большую разницу в размерах початка на обработанном участке. Здесь идет речь о варианте обработки люмок с дозировкой 4 литра до всходового применения. Дата сева кукурузы 7 мая, через два дня после посева была обработка препаратом люмокс в дозировке 4 литра на гектар. Прошло более 150 дней и, как мы видим, абсолютно чистые ритки. Собственно говоря, обработки препаратом люмокс однократно нам хватило для того, чтобы защитить посевы кукурузы практически на протяжении всей вегетации. Мы можем видеть чистые ритки, где отсутствует сорная растительность. Три действующиеся препарата позволили нам достаточно эффективно защитить посевы кукурузы в сезоне 2020 года. Применение препарата Гарда Голд Коллеги, еще одним достаточно эффективным вариантом решения проблемы сорной растительности от компании Сингента я не могу не озвучить вариант применения препарата Гарда Голд. Также до всходового применения, зарегистрированного на кукурузе. Вариант достаточно эффективный. Мы можем видеть абсолютные чистые ритки, которые также на протяжении всей вегетации позволили сохранить там препарат. Также одной обработки препаратом Гарда Голд дозировки 4 литра на гектар при до всходовом применении было достаточно для того, чтобы сохранить абсолютные чистые междуряди кукурузы. Посмотрите, чистые междуряди, выровненность початков кукурузы и достаточно крупный початок без признаков стресса нам позволит сказать, что препарат никакого влияния на рост и развитие, негативного влияния на рост и развитие культуры не оказывает. Достаточно крупные выровненные початки, что может нам говорить о предстоящем уборке достаточно неплохого урожая. И сейчас я вам предлагаю пройти еще на один вариант системы защиты от сорняков, предлагаемой компанией Сингента. Идем дальше. Итак, мы с вами немного переместились и оказались на делянке кукурузы, где 5 июня была проведена обработка препаратом Илюмиф. Это еще один вариант эффективного решения проблемы сорной растительности в посевах кукурузы. В фазу 3-5 листьев была проведена обработка препаратом. Мы можем с вами оценить эффективность данной обработки, где видим незначительное количество злаковых сорняков и буквально останки растений вьюнка полевого, которые были сожжены гербицидом, и, собственно говоря, чистые ряды. Честно говоря, мы добились своего. Мы снизили конкуренцию сорной растительности с растениями кукурузы и провели эффективный прием по защите культурных растений от влияния сорной растительности. Мы видим с вами достаточно выполненные початки, прикрепленные на одной высоте, что нам позволит без проблем и особых потерь убрать урожай кукурузы в текущем году. Подводя итоги системы защиты кукурузы от сорной растительности и привкушая результаты урожайности, я хотел бы отметить одну важную деталь. В текущем сезоне мы применяли три варианта системы защиты кукурузы от сорной растительности, предлагаемые компанией Сингента. И ни один из вариантов не вызвал хотя бы какую-то малейшую фитоксичность на растения кукурузы. Все три варианта сработали достаточно мягко и очень эффективно. Эффективность достигла 95%. Напомню, в текущем сезоне по эффективности лидерами были почвенные гербициды. Препарат Гарда Голд в дозировке 4 литра позволил снизить негативное влияние сорной растительности на протяжении всей вегетации. Подобным же образом сработал препарат Люмок в дозировке 4 литра на гектар, также до всходовое применение. И препарат Илюмис в дозировке 1,8 литра на гектар в фазу 3-5 листьев культуры допускается до 6 листа. Также достаточно эффективно защитил посевы кукурузы от сорной растительности. Мы обязательно поделимся с вами результатами урожайности. выбор за вами, применяйте препараты компании Сингента. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok